Уже в пятый раз табуловские чтения объединяют учёных, педагогов и специалистов по абазинскому языку и литературе. Также на нынешнюю конференцию была приглашена большая группа учителей черкесского языка из Хабесского района Карачаева-Черкесии и представительная делегация исследователей из Абхазии. Конференция откроет широкие возможности для обмена передовым опытом в сфере образования родному языку. Будет способствовать расширению, укреплению взаимодействия между педагогами нашей республики, развитию научно-педагогического сотрудничества. Сохранение и развитие родного языка является приоритетной задачей с первых дней образования абазинского муниципального района. И в настоящее время для этого делается немало. Какими бы мы разными не были, всех нас объединяет любовь к нашему народу, неравнодушие к родному языку. Пусть радость, единение друг с другом способствует сохранению и развитию абазинского языка, а также лучших традиций и обычаев нашего народа через укрепление связей поколений. Также в рамках табуловских чтений подвели итоги фестиваля абазинского языка и литературы, проведенного на средство президентского гранта, выигранного общественной организацией «Алашара». Лучшие чтецы стихов, авторы сочинений и знатоки абазинского языка и литературы, а также их учителя получили дипломы, грамоты и призы организатора фестиваля. Милана Харцизова, узнав о конкурсе от своих педагогов, решила попытать удачу и отправить на него сочинение, посвященное родине. «Мне сказать, что легко, но не сильно тяжело было. Объем сочинения средний такой. Я считаю, что это важно, потому что язык считается языком, который погибает, скажем так. И эти все мероприятия нужны для того, чтобы сохранить язык». Кульминацией чтений стала презентация литературно-публицистических и научно-методических журналов на языках субъекта образующих народов Карачаева-Черкесии, которые издаются сейчас Карачаева-Черкесским госуниверситетом. Родники Абазашты, Хэку и прочие издания будут печататься два раза в год и распространяться бесплатно. Юлия Житна, Назеркапаша, Фархыс, 24.